Девушки отдыхают Протаранила стоящий автомобиль И один день из жизни следователя Это и не только прямо сейчас Полицейские Казани по подозрению в угоне задержали пьяного, ранее судимого, 33-летнего мужчину Рено Дастер он взял, как сам признался, просто покататься у своего знакомого С которым почти сутки распивали спиртные напитки Отмечали день рождения подозреваемого, вернее даже два Рамиль Шайдулин узнал всю историю А вы всю ночь что-то пили? Вчера? Почти Как признается потерпевший, знакомы с угонщиком, они на протяжении двух лет Рассказывают, что почти сутки с минувшей ночи они вместе распивали спиртные напитки У него дома на улице Ботаническая Причин, говорит, для этого было много У товарища, который задержан, был день рождения Вернее, даже целых два Он вчера хотел вешаться Я его от вешалки отговаривал всю ночь Уговаривал всю ночь и почти до полудня следующего дня Пили, говорит, почти без остановки Поэтому и уснул так, что не заметил, как его друг угнал машину Слышал, смотрел собаку, пошел погуляться Ни ключей, ни машины Чуть позже мужчина заметил, что нет и банковской карты Хотя и находился на тот момент в нетрезвом состоянии Но все же смог заблокировать карточку и сообщить полицию об угоне Тем временем полицейским поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Ямашево и улица Короленко Уже долгое время стоит автомобиль с невменяемым водителем Наряд прибыл на место и один из сотрудников попросил водителя выйти Однако сделать этого мужчина просто не смог Его пришлось вызволить силой Мужчина начал оказывать сопротивление После чего на него надели наручники Как позже выяснилось, это и был тот самый угонщик Свою вину в угоне мужчина признал полностью О том, почему остановился именно на перекрестке Ответил, что просто закончился бензин Он говорит, что якобы угнали его у него, автомобиль Да А с какой целью? Покататься Мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление И понес за это наказание То, что на момент угона он находился в состоянии алкогольного опьянения Подтвердили и показания на алкотестере Дуем, 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 еще чуть-чуть, чуть-чуть, молодец Идет анализ Товарищ понятые, 0,834 Придопустим 0,16 А вы на него будете писать заявление? Нет, конечно Писать заявление потерпевший отказывается Однако, если он этого не сделает Ему самому грозит штраф в размере 30 тысяч рублей И лишение права управлять автомобилем на срок до двух лет За передачу управления человеку в состоянии опьянения При этом сам угонщик написал чистосердечное признание Сейчас мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет И штраф до 120 тысяч рублей Рамиль Шайдулин, Эфиса Минядзова, Адель Малахметов, Вызов 112 Опелястро протаранил стоящие на Митевской магистрали «Жигули» седьмой модели Машины остановились, чтобы пропустить переходящих дорогу пешеходов Люди шли в неположенном месте К тому же по краям дороги установлены отбойники И не все водители ожидали увидеть там людей В результате травму получил водитель отечественного автомобиля А пешеходы просто ушли Анна Городнова знает подробности Друг водителя отечественного автомобиля рассказал Случившийся итог целой серии случайностей, которые наложились друг на друга Все началось с пешеходов, решивших перейти о Митевскую магистраль под мостом Где это запрещено Несколько машин остановились, чтобы их пропустить В том числе и «Жигули» седьмой модели И через несколько секунд в них сзади врезается автоледи на «Опеле Астра» Стоящая машина увидела в последний момент Призналась автоледи водителю «Жигуле» И добавила, смуту внесла и «Газель», которая стала резко перестраиваться Переведя взгляд с телефона обратно на дорогу Девушка, видимо, не успела сориентироваться Да и начинать останавливаться надо было и раньше Добавил второй участник аварии Удар был такой силы, что у отечественной машины практически полностью смята задняя часть Иномарка внешне выглядит чуть лучше Автоледи, уверяет водитель «семерки», свою вину признала полностью Но сама от комментариев воздержалась В результате аварии мужчина жаловался на боли в позвоночнике Но медиков вызывать все же не стал Вызвал эвакуатор Его автомобиль, в отличие от него самого Самостоятельно передвигаться уже не мог В Казани задержали 39-летнего начальника отдела уголовного розыска МВД по Татарстану Романа Пахомова По версии следствия, в сентябре прошлого года он предложил одному из фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности Передать 7 миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности Однако мужчина рассказал об этом органам госбезопасности Сотрудники ФСБ задержали Пахомова 5 апреля после получения 100 тысяч долларов США В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки» В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения Мужчину уволили с места работы Одно из дел Тихона Апокалипсиса дошло до суда Напомним, неоднократно судимого 42-летнего жителя Томска задержали в августе прошлого года По подозрению в вымогательстве и похищении человека Мужчину арестовали и поместили в следственный изолятор Но будучи уже под наблюдением стражи порядка Апокалипсис смог заработать еще два уголовных дела Елена Веселова знает за что Деньги за что вымогали? Я не вымогал Как я могу вымогать с кого-то деньги? Большую славу 42-летний житель Томска Тихон Апокалипсис заработал в августе прошлого года Как предполагает следствие Он и еще 4 человека Причастны к вымогательству и похищению Казанского предпринимателя До этого потерпевший договорился с ними О реализации табачных изделий Но узнав, что будущие партнеры Связаны с криминалом Прервал все контакты Такую выходку ему не простили Похитив молодого человека Злоумышленники избивали его И угрожая убийством Вымогали 950 тысяч рублей 9 августа примерно в 11 часов Автомобиль преступников был обнаружен у дома 20 По улице Завойского При задержании данные лица пытались скрыться С места преступления Но благодаря грамотным действиям сотрудников полиции Были задержаны Заложник освобожден Сейчас большинство задержанных В ожидании судебного заседания Находятся под стражей Одного из них Как раз Тихона Апокалипсиса Следствие и считает организатором За плечами мужчины богат и криминальный опыт Он судим за побои Угрозы убийства Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Кражу, угон, хулиганство И применение насилия в отношении представителей власти Будучи уже арестованным Подсудимый умудрился заработать Еще два уголовных дела Сначала он напал на сотрудника Следственного изолятора А спустя месяц Нецензурно обругал Старшего помощника прокурора Советского района Сам Апокалипсис В емкой форме в зале суда Описал все, что об этом думает Беспредел Беспредел Администрации Издеваются над людьми За эти два эпизода В отношении мужчины Возбудили уголовное дело По статьям Оскорбление представителя власти И дезорганизация Деятельности учреждений Обеспечивающих Изоляцию от общества Сегодня по этому делу Был дан старт Следующее судебное заседание Состоится 11 апреля Дело о похищении И вымогательстве Пока еще расследуется Елена Веселова Айрат Назипов Константин Бушуев Вызов 112 Сегодня свой профессиональный праздник Отмечают следователи МВД России Служба образовалась 55 лет назад Указом в Президиуме Верховного Совета СССР От 6 апреля 1963 года Который передал Право производства Предварительного следствия Министерству охраны Общественного порядка Позднее переименованному В МВД Сегодня на их долю Приходится 85% Уголовных дел Находящихся в производстве Всех следственных органов страны Айрат Назипов Целый день провел Со следователем И узнал Чем и как живут люди Этой профессии Ирина Филиппова Старший следователь Отдела полиции Гвардейские О такой работе не мечтала Да и о чем мечтать Рабочий день почти ненормированный Сильная загруженность Обед, если сильно повезет Личного времени почти нет При этом колоссальная ответственность Каждое дело Судьбы людей На улице Файзи Неизвестные похитили Металлические леса Ущерб оценивается Несколько сотен тысяч рублей В полицию обратились Далеко не сразу Работа у следователя Сильно прибавится Насколько Зависит от того Что обнаружат На месте преступления Фиксация Изъятия следов Сместных похитений Как раз таки До момента того Пока их уничтожат Но в это время Следственную оперативную группу Уже ждут в другом месте В машине нашли сверток С подозрительным веществом Оружие и патроны Четыре Пять 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 По предварительной версии Во время проверки документов Пассажир что-то выбросил Похожее вещество Чуть позже нашли в багажнике Зеленый слой Подозрительный вещество Последний Последний Затем По каждому случаю Если есть основания Возбуждается уголовное дело Которое надо довести до конца К слову Первое дело Ирина помнит Как сейчас Мое первое дело Это была кража с автомашины Мне в принципе Просто его дали Сказали На почитай Изучи И потом сказали А слушай-ка Давай может быть Ты направишь это дело Тебе же оно понравилось Там Посмотрела Почитала В принципе Спустя наверное Один месяц Я закончила Стал следователем Говорит случайно По направлению После окончания Казанского юридического института Мой первый день Это было Помню 28 июля 2015 года Я пришла сюда Я думала Куда я попала То есть все что-то Суетятся Бегают Теперь говорит Понимает Что это не работа Это образ жизни Поэтому и даже в отпуске Думает о нераскрытых пока делах Айрат Назипов Написали Константин Бушуев И Адель Мулахметов Вызов 112 Это все о чем мы успели вам рассказать В студии был Сергей Хайдаров До встречи И не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Редактор субтитров А.Семкин